здравствуйте приветствую вас на канале европлант life сегодня у нас небольшой рассказ из моего сада хочу с вами поделиться своим своей небольшой болью к сожалению у меня есть очень много инвазивных растений которые приходят от соседей и я веду с ними непрерывный бой например очень многим нравятся растения которые называются перенутрия или горец до них дальневосточный выглядит она вот так вот многие называют его бамбуком вероятно за его такой очень сложный бамбуком стильбер надо было запастись ножом конечно чтобы показать растение что сказать довольно большое красивое но агрессивная каждый год она увеличивает свою популяцию ползет участку ползет из-за забора соседей поэтому остановить совсем его не получается вытравить чем-то тоже бороться с ним довольно таки сложно возможно если только чем-то накрывать то тогда можно ограничить его популяцию я просто лишнее выдираю несколько раз в году скажем так много времени это не занимает потому что несмотря на то что растение довольно мощное она не сеется она именно ползет слава богу она не дает никаких семян хотя у него вырастают такие красивые беленькие цветочки в этом году она еще не зацвело довольно таки поздно семена это понимаю просто не возревают на нем поэтому семенного размножения не происходит ну вот несколько раз если у вас появился в борец дальневосточный в саду то я вам всем очень рекомендую от него медленно наверно избавляться или ограничить его чем-то популяцию что-то вкопать какой-то кусок шифера или что-то скорее у вас не получится все равно перелезет и пойдет потому что даже цементное основание забора не помогло не предотвратила его проникновение от соседей он все равно мне потихонечку свою экспансионный участок продолжает ну и сегодня я наверно покажу еще несколько растений которые несмотря на свою внешнюю привлекательность оказались такими агрессорами настоящими сорняками что держать их в саду я вам не рекомендую и возможно если вы их приобрели где-то принесли из лес я думаю очень многие часто увидев где-то в лесу мне симпатичное растение пытаются найти ему в саду место ну а потом она потихонечку завоевывает весь сад и отбирает пространство у настоящих культур поэтому дальше я вам расскажу профизалис и так история профизалис когда я покупал участок на нем уже росло замечательное растение которое все обычные дачники называют фонарики ну потому что действительно фонарики они красивые красненькие вот так вот выглядит физалис сейчас я сорву веточку прекрасный из него бывают букетики то есть можно оборвать листики сделать красивый зимний букет из фонариков поставить эту вазу это шикарная штука поэтому ну как можно не найти этому растению мест в саду и осенью вам скажу когда уже цветов довольно мало конечно физалис очень радуют садоводов но была у детишек дурная черта они хотели меняли цвета посмотрите на это корневище на это ползучая корневище которая прорастает буквально везде остановить его на движение невозможно даже если физалис у вас пророс в газон вы будете косить газон он будет отрастать быстрее чем отрастает трава поэтому тоже я вам очень не рекомендую сажать на участке это растение если она конечно есть попытаться тоже ограничить вас его не получится она все равно куда-то шагнет семенного размножения у него тоже слава богу нет фонарики как я подозреваю не вызревают сейчас мы посмотрим что там у них как известно сортов физалиса довольно много в них образуется вот такая замечательная ягодка если мне не изменяет память это не дай бог соврать семейство посленого ягодка у этого физалиса ядовита поэтому тоже на всякий случай предупрежу потому что очень многие видят вот такой физалис магазинах фруктовый многие выращивают овощной и он съедобен ну вот фонарики внешне похожие но на вкус совершенно разные если здесь вызревают вкусная сладкая ягодка кстати здесь не вызрела обычно она желтая кстати тоже физалис с моего огорода не успел он собственно кислый но не ядовитый этот растение в пищу совершенно не годится вот но и слава богу эта ягодка не вызревает настолько чтобы посеяться поэтому замечательные красивые букеты из фонариков мне кажется лучше сажать где-нибудь например за забором вот там они будут хорошо там вы можете воспользоваться но на участок пускать не рекомендую и замыкая тройку агрессивных сорняков мы расскажем про топинамбур тоже одно случайно завелся он у меня здесь закрывал некрасивый забор соседями но тоже справиться с ним совершенно невозможно несмотря на то что у него довольно красивые вот такие вот желтые цветочки топинамбур довольно агрессивное растение можно конечно ограничить его распространением кошением вот или просто мне выдергивать периодически но зато есть у него как бы свои плюсы он довольно таки вкусный в конце на своем корне вот мне сейчас не получилось вырвать плод но если возьму лопату а лопату я возьму уж раз на то пошло потому что все это я отсюда буду убирать вместе кстати замечательной желтой малиной которая была до копинамбура и собственно прекрасно с ним подружилась растет себе без всякого ухода для плодоносит прекрасными малинками но тоже не нужно она мне здесь прикрыть забор меня до конца все равно не получилось всем этим делом поэтому сюда пойдет какое-то более культурное растение вот сейчас возьму лопату и посмотрим на корень топинамбур чтобы познакомиться уже с этим растением целиком поскольку топинамбур абсолютно съедобен вот и довольно сладкий и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не оставляйте у себя на участке это прекрасное растение Посадите лучше что-нибудь культурное На этом все, с вами был я, Андрей Смирнов И канал Европлант Лайф Всего доброго! Так, по скриптам забыл рассказать еще одно растение, которое тоже не следует сажать у вас в садах Несмотря на то, что оно очень красивое Это, как называют в народе, клен-малина или малина-клен На самом деле, малина душистая Правда, завязывает она небольшие такие ягодки Но практически не получается их застать Зато, зато у него есть красивые душистые цветочки Вот так вот выглядит уже ягода-малина С малиной душистой Но на самом деле, несмотря на то, что растение симпатичное Агрессор жуткий Ну, в принципе, наверное, и как любая малина Только эта малина не только агрессивная Но и более рослая То есть, вот вы видите Я метр девяносто Малина эта сидит за забором Который опущен То есть, по факту, она, наверное, метра три А может вырасти и гораздо больше И если с ней не бороться То она легко, даже через цементное основание забора Может приползти на участок Периодически я ее здесь вот выкапываю, выдираю Она отращивает очень длинные, очень глубокие корневища И довольно быстро разрастается Так что, тоже, если вы вдруг решили у себя поселить малину душистую Я вам этого крайне не рекомендую делать Хотел еще показать цветочек Но потом вспомнил, что у нас октябрь Наверное, цветочков уже нету Хотя они давно были Ну, как растение, растущее по ту сторону забора Еще с ним можно мириться, в принципе Она у меня несет вполне замечательную функцию Она закрывает меня от проходящих по тропинке людей Поэтому я ее там оставляю Изредка подстригаю Потому что, как все малины Побеги у нее двулетние Пока что нам удается, так сказать, сосуществовать вместе Но сто раз подумайте Все, на этом все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!